Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня долгое время назревал вопрос, почему с точки зрения психологии мужчина после расставания по его же инициативе проявляет раз в несколько недель, оправдывая это тем, что хочет узнать, как мое состояние, но при этом проявляет пассивную агрессию, возможную злость, пренебрежение мной, пытается показать безразличие, хотя обычные люди, которым все равно не проявляются, а продолжают двигаться дальше. Ну, смотрите, здесь история заключается в том, что можно сколько угодно говорить про человека, а можно сколько угодно говорить про мужчину, например, и попытаться понять его какую-то модель поведения, да, а можно в принципе сделать проще и посмотреть на вас, можно разобраться вам по себе, вот, и постараться выделить то, как вы сами реагируете на появление человека в вашей жизни, вот, и нет ли такого, например, что своим поведением, да, своим вот таким, своими такими поступками, а человек дает вам, как будто бы, как будто бы, ага, какую-то надежду, вот, и вот эта надежда, которую вы чувствуете, и, собственно, мотивирует вас на то, чтобы вы сейчас задавали этот вопрос, да, чтобы вы спрашивали нас о том, вот, почему и так далее. В общем, здесь штука-штука в том, что мы не можем давать комментарии касаемо других людей, третьих лиц, да, которые к нам как-то вот за помощью не обращались. этого сделать мы не можем, то есть мы не можем вот такого рода давать комментарии, это, наверное, было бы неправильно, потому что все-таки мы обсуждаем только вас, только вашу проблематику, скажем так, вот, и все. Поэтому, если вам тяжело, если вы по-прежнему чувствуете эмоциональную, как бы, привязанность к человеку, да, то вот с этим, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, именно с этим и нужно как-то работать, да, именно в этом направлении имеет смысл двигаться. А мужчина, да, почему он ведет себя так или иначе, это его забота, это его проблемы и в общем и целом вы сами повлиять на это не можете никак, вот просто никак. если вас, например, задевает, да, задевает его поведенческая реакция, задевает его пассивная агрессия, задевает его, вот, какая-то, какая-то реакция на вас, да, и так далее, что это вопрос исключительно того, как вы на это реагируете и что с вами происходит. А если быть совсем точным и совсем грубым, то речь идет о том, что вы до сих пор его ждете. Вы до сих пор ждете этого человека и надеетесь, что как-то вот, ну, все образуется, да, потихонечку, и он опять будет с вами. То есть, по сути, мы говорим здесь про травму расставания, то есть, когда человек решает с вами закончить отношения, когда человек решает с вами закончить, ну, взаимодействие, да, закончить встречаться, вот, то для того, с кем заканчивается это часто травма, вот, потому что, ну, происходит что-то, происходит что-то вне его контроля, происходит что-то вне его сферы влияния, вот, на это он никак не может повлиять, вот, чувствует себя беспомощным, значит, чувствует боль, ну, вот, и не знает, что с этим делать. Поэтому вот ваши чувства, ваше отношение к ситуации, к мужчине, к себе в этой ситуации нужно прожить, вот. и увидеть, как бы, ваше такое вот, ну, субъективное, можно сказать, участие с, ваше субъективное взаимодействие с этой ситуацией. То есть, как-то так. То есть, именно ваше отношение к тому, что происходит, является проблемой. То есть, почему это проблема? Это для вас, что мужчина проявляется раз в неделю, раз в несколько недель, да, ведёт себя так, как ведёт, и из-за чего вас отволнует? Ну, ведёт себя, ведёт. То есть, как бы, вы говорите про то, что обычно люди не проявляются и двигаются дальше, а вы-то двигаетесь дальше. Что-то мне подсказывает, что нет. Что-то мне подсказывает, что вы, как раз таки, дальше и не двигаетесь. Вот. И, соответственно, вот с этим и нужно работать. А не обсуждать условного мужчину, да, и условно другого человека, его поведение, его поведенческую модель, что, почему и как. Это можно делать долго, но это абсолютно бесперспективно для вас. То есть, никак в вашей жизни это не изменит. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.